Беседа 18. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Услышавшие от него сие слова, оба ученика пошли за Иисусом. Стихи 35-37. Беспечна природа человеческая и легко увлекается к погибели не от того, что она так создана, а от произвольного нерадения. Поэтому-то надо много увещевать ее. И Павел, пиша филипийцам по этому побуждению, говорит, «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Земля, приняв однажды семена, скоро воздает плоды и не требует вторичного сеяния. Но душа наша не такова. Желательно, по крайней мере, чтобы сеющий часто и прилагающий к тому много попечения, хотя однажды получил плод. И прежде всего, предлагаемое учение нелегко напечатлевается в душе, потому что в ней много окаменелости, она объята бесчисленным тернием, а кроме того много наветников, которые похищают эти семена. Затем, когда семя внедрится и укоренится, оно требует опять такой же заботы, чтобы могло зайти в рост, а зашедший оставалось бы в целости и не потерпело от чего-либо вреда. Впрочем, в земных семенах, когда колос достигнет зрелости и получит надлежащую силу, он уже не боится ни зловредной росы, ни зноя и ничего другого, но в деле учения не так. Здесь и после того, как все вполне бывает устроено, часто одна непогода и буря повреждают все при обстоятельствах неблагоприятных, при наветах коварных людей или при стечении других различных искушений. Это мы говорим не без цели, а для того, чтобы ты, услышав повторение Иоанном одних и тех же слов, не обвинил его в суесловии и не счел его человеком пустым и скучным. Он, конечно, знал, чтобы однажды сказанное им было услышано, но как вначале немногие вняли сказанному по причине глубокого усыпления, то вот повторением одного и того же он снова пробуждает их. Смотри, он говорил, после меня грядущий передо мною был и не достоин развязать ремень обуя его, так же, тот есть крестящий духом святым, и я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. 27.34 стихи Но между тем никто не внимал ему, никто не спрашивал, что это ты говоришь и о ком и для чего. Потом он сказал еще, вот Агнец Божий, берущий грех мира. 28.35. Однако ж и этим не вывел их из бесчувственности. 29.35. Таким образом, он принужден был повторять одно и то же, как бы грубую и затверделую землю, смягчая новую запашкой и словом, точно плугом, и поднимая подавленную душу, чтобы бросить семена в глубину ее. 30.35. Потому так креститель и не распространяет своего слова, заботясь только об одном, чтобы их привести и присоединить ко Христу. 31.35. Он знал, что если только они примут его и уверуют, то уже не будут иметь нужды в другом свидетеле о нем. Так и случилось, если самаряне, послушав Христа, говорят жене самарянской, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. 4.42. То гораздо скорее могли быть обращены ко Христу ученики Иоанна, как действительно и было. Они, пришедшие ко Христу и послушав его один вечер, уже не возвращались к Иоанну, но так предались Христу, что приняли на себя и служение Иоанна, и сами стали проповедовать о Христе. 5.45. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. 41.45. Обрати внимание и на следующее, когда Иоанн говорил, после меня грядущий предо мною был и не достоин, чтобы развязать ремень обозе его, что не уловил никого. Как же скоро стал беседовать об устроении нашего спасения и беседовать словом более простым, что ученики его последовали за Христом. 42.45. Но не это одно надлежит взять во внимание, а и то, что не столь многие приводятся ко Христу тогда, когда говорят им о Боге что-нибудь великое и возвышенное, как тогда, когда говорят о благости, человека любви его и о том, что относятся ко спасению слушающих. 43.45. Вот услышали, что он землет грехи мира, и тотчас поспешили к нему. 44.45. Если можно, говорят они омыть свои грехи, для чего же медлить? 45.45. Вот предстоит тот, кто освободит нас от них без труда. 45.45. Не крайне ли безрассудно отлагать до другого времени такой дар? 46.45. Да, слышат это оглашенные, отлагающие свое спасение до последнего издыхания. 47.45. Снова стоит Иоанн и говорит, вот Агнец Божий. 47.45. Христос ничего не говорит, а все креститель. Так бывает с женихом. 48.45. Не сам он тотчас начинает говорить с невестою, но стоит в молчании, и другие указывают его и вручают ему невесту, и когда он является, он не сам по себе принимает ее и уводит, но другой ему передает ее. 49.45. Когда же примет из рук других, то уже так располагает ее к себе, что она не вспоминает и сочетавших ее с ним. 50.45. Так было и со Христом. Пришел он обручить себе церковь. 51.45. Вначале ничего не говорил сам, а только предстоял, друг же его, Иоанн, подал ему десницу этой невесты, вручив ему через свое слово души людей. Но приняв их, Христос так расположил их к себе, что они уже и не возвращались к тому, кто вручил их. 119. Не это только. Но и другое нечто надлежит здесь заметить. Как при заключении брака не девица приходит к жениху, а он спешит к ней, хотя бы это был сын царя, и хотя бы он хотел взять за себя из бедного и низшего сословия хотя бы рабу. Так было и здесь. Неестество человеческое восходило на небо, но сам Бог снизошел к нему, презренному и убогому. По совершении же брака он уже не дозволил ему оставаться здесь, но восприняв его на себя, ввел в дом отчий. Для чего Иоанн не отдельно берет своих учеников и не особо говорит с ними о Христе, чтобы таким образом передать их Христу. А в присутствии всего народа говорит им «Вот агнец Божий», для того, чтобы это не казалось делом его умысла. Если бы они пошли ко Христу, будучи особо убеждены Иоанном и как бы из угождения ему самому, то они также скоро могли бы отступить от Христа. Но теперь, решившись последовать Христу по силе учения, обращенного ко всем вообще, ученики Иоанна прибыли твердыми в этом, так как последовали не из угождения учителю, а по собственному усердию и ради своей пользы. Все пророки и апостолы проповедовали Христа в его отсутствии, одни до его пришествия во плоти, другие по его вознесении. Один Иоанн проповедовал о нем в его присутствии, потому он и называется другом жениха, так как он один присутствовал на браке, он все это устроил и совершил, он положил начало этому делу. И увидев Иисуса Приходящего, говорит, вот агнец Божий. Он говорил это, показывая, что не глазом только, но и очами свидетельствует. Он удивлялся Христу в радости и восторге, и не тотчас обращает слово убеждения к ученикам, но сперва только удивляется и предается изумлению при явлении Христа, показывает всем и дар, с которым он пришел, и образ искупления. Слово агнец выражает то и другое. И не сказал им Иоанн, имеющий взять или взявший, но берущий грехи мира, как бы Христос всегда это делал. В самом деле, Он не тогда только принял на Себя грехи, когда пострадал, но с того времени и до сели берет грехи, не так, как бы всегда был распинаем. Он однажды принес жертву за грехи, а так, как этою одною жертвою, Он всегда очищает грехи. Таким образом, как наименование Его словом показывает превосходство Его естества, а имя Сына выражает отличие Его от других существ, так и слово агнец, Христос, Пророк, Свет Истинный, Пастырь Добрый и другие употребляемые о нем выражения с приволением члена Хи показывают большое различие их от обыкновенных выражений. Много было агнецев, пророков, Христов, означает помазанные сынов, но Иоанн представляет большое различие между ним и всеми теми. И это Он утвердил не прибавлением только члена, но и приложением слова «Единородный», так как Христос не имеет ничего общего с тварью. Если же кому кажется неблаговременным то, что слова эти сказаны были в десятом часу, таково было время дня, был же час сказано десятый, стих 39, то, по моему мнению, такой очень погрешает. Для многих людей, раболевствующих плоти, конечно, время после насыщения не совсем удобно к делам важным, потому что душа отягощена пищей. Но то был муж, не употреблявший даже обыкновенной пищи, который вечер проводил с такой же трезвенностью, с какой мы утро, или лучше сказать, гораздо большие, потому что у нас нередко остатки вечерней пищи наполняют грезами душу, а он ничем таким не обременял этого судна. Поэтому и неудивительно, что Иоанн и в вечернее время беседовал о таких предметах. При том же он и жил в пустыне близ Иордана, куда все с большим страхом приходили для крещения, мало заботясь в то время о делах житейских, как и со Христом народ пробыл три дня, оставаясь без пищи. Долг усердного проповедника, как и заботливого земледельца, не оставлять своего дела, пока не увидит, что сожженное слово укоренилось. Но почему Иоанн не прошел все иудеи с проповедью о Христе, а оставался при реке, ожидая его пришествия? Чтобы потом, когда он придет, указать его народу. Иоанн хотел, чтобы самые дела свидетельствовали о Христе, а особенная цель Иоанна была та, чтобы только огласить его пришествие и убедить, хотя некоторых послушать, жизни вечной. Большее же свидетельство Иоанн оставляет самому Христу. «Именно свидетельство дел, как и сам Христос говорит, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, многие утворимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Иоанна 5.36 «Смотри же! Как такое свидетельство было сильно! Иоанн бросил только малую искру, и вдруг пламя поднялось на высоту. Те, которые дотоли даже не внимали словам Иоанна, наконец говорят. «Все, что сказал Иоанн о нем, было истинно». 10.41 В противном случае, если бы Иоанн проповедовал, обходя всю Иудею, могло бы казаться, что это делается по видам человеческим, и проповедь была бы подозрительной. 11.41 «Слышали его оба ученика? Пошли за Иисусом». 12.37 «Были у Иоанна и другие ученики, но они не только не последовали за Христом, а еще и с завистью смотрели на Него. 12.Рази!» – говорили они Иоанну. 13.41 «И пришли к Иоанну и сказали ему, – Рази, тот, который был с тобой при Иордании, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». 13.41 «И в другой раз они являются с обвинением, почему мы постимся, ученики же твои не постятся» – Матфея 9.14 «Но лучше из них так не делали, а как скоро услышали о Христе, последовали за Ним. Да и последовали они не из презрения к своему Учителю, но наиболее из послушания Ему, и представили величайшее доказательство того, что они так поступили по здравому убеждению. 14.41 «Они сделали это не будучи побуждаемы к тому, что было бы подозрительно, а последовали за Христом потому только, что Иоанн предрекал о Нем, что Он будет крестить Духом Святым». 15.41 Итак, они не оставили своего Учителя, но захотели узнать, дарует ли Христос что-либо большее, чем Иоанн, и заметь, как их заботливость соединялась с скромностью. 16.41 Не вдруг они пришли и стали вопрошать Иисуса о предметах важных и необходимых, и не открыто в присутствии всех, и не мимоходом, и как случилось, они хотели беседовать с Ним, но наедине. Они знали, что слова их Учителя выражали не одно смирение, а чистую истину. 16.41 Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. 16.41 Почему Евангелист не означал имени и другого ученика? 16.41 Некоторые объясняют тем, что этот ученик, последовавший за Христом, был тот же, который написал об этом. 16.41 Другие же думают не так, а что он не был из числа избранных учеников. 17.41 Евангелист же говорил только о лицах более замечательных, но что в пользу узнавать имя этого ученика, когда не сказаны имена и семидесяти двух учеников, тоже можно видеть и у Павла. 18.41 С ним послали мы также брата во всех церквах похваляемого за благодетствование. 2. Коринфянам 8.18 А об Андрее упомянуто еще и по другой причине. Какая же это причина? Та, чтобы ты, зная, как Симон с Андреем лишь услышали, идите за Мною и будете ловцами человеков. Матфея 4.19 Не усомнились об этом необычайном обетовании. «Чтобы, говорю, ты знал и то, что начатки веры еще прежде Симона положены братом его». Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им «Что вам надо мне?» Они сказали ему «Рази, что значит учитель, где живешь?» Стих 38. Отсюда мы научаемся, что Бог своими дарами не предваряет наших желаний. Но когда мы начнем, когда обнаружим желание, тогда и Он подает нам многие способы к спасению. Что ищет? Что это значит? Зимули, ведущему сердца людей, проникающему в наши помышления, спрашивать. Но Он спрашивает не для того, чтобы узнать, как это возможно, а чтобы вопросом еще более приблизить их к себе, сообщить им более дерзновения и показать, что они достойны беседовать с Ним. Они, вероятно, стыдились и страшились, как люди, незнакомые с Ним, и только от своего учителя, слышавшие свидетельства о нем, чтобы уничтожить в них все это, стыд, страх, Он сам спрашивает их и не оставляет их в молчании идти до Его жилища. Впрочем, может быть, тоже было бы, если бы Он и не предложил вопросов, потому что они не перестали бы идти за Ним и по Его следам пришли бы к Его жилищу. Для чего же Он спрашивает их? Для того, как я сказал, чтобы успокоить их смущенное и неспокойное сердце и внушить им дерзновения. Между тем они выразили свою преданность Христу не в последовании только за Ним, а и в самом вопросе. Не будучи еще учениками Его и ничего не слыша от Него, они уже называют Его учителем, причисляют себя к Его ученикам и показывают причину, по которой они последовали за Ним, именно, что желали услышать от Него что-либо полезное. Заметь же, и благоразумие их, они не говорили, научи нас догматом или чему-либо другому нужному, а что, где живешь. Они, как я выше сказал, хотели в уединении беседовать с Ним, о чем-либо послушать Его, научиться от Него, поэтому они не отлагают своего намерения, не говорят, придем на другой день и послушаем тебя, когда ты будешь говорить в собрании народа. Но показывать все свое сердие к слушанию, так, что не удерживаться от того и самым временем. Солнце уже склонялось к западу, час же был десятый, сказано. Поэтому Ихристос не сказывает им примет своего жилища, не начинает место для беседы, назначает место для беседы, а только более и более привлекает их к следованию за Ним, показывая, что принимает их к себе. Поэтому также Он и не сказал ничего вроде того, теперь не время вам идти в мое жилище, завтра, если хотите услышать что-нибудь, а теперь вступайте домой. Но беседует с Ними, как с друзьями и людьми, уже долгое время бывшее с Ним. Отчего же Он в другом месте говорит? Сын человеческий не имеет, где главу преклонить. Лука 9, 58. А здесь придите и посмотрите, где живу. Но слова «не имеет, где главу преклонить» показывают, что Он не имел собственного пристанища, а не то, чтобы Он не жил ни в каком доме. На это и указывает приточное выражение. Далее Евангелист говорит, что они пробыли у Него тот день. А для чего? Об этом он не замечает. Потому что цель сама по себе ясна. Не для чего другого. И они последовали за Христом. И Христос их привлекал к себе, как для назидания. И они в одну ночь насладились Его учением в таком обилии и с такой охотой, что немедленно оба пошли привлекать и других ко Христу. 123. Отсюда научимся и мы предпочитать всему слушание божественного учения. И никакого времени не будем считать для того неудобным. Но хотя бы нужно было войти в чужой дом. Хотя бы тебе незнакомому надлежало знакомиться с знатными людьми. Хотя бы и не своевременно. Или в какое бы то ни было время, никогда не будем пускать такого приобретения. Пища, вечери, бани и прочие же детские дела пусть имеют определенное для себя время. Изучение же горнего любомудрия не должно иметь никаких определенных часов. Ему должно принадлежать всякое время. Благовременно сказано. Проповедуй слово. Настой. Во время. И не во время. Обличай. Запрещай. Увещивай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофея 4.2. И пророк говорит. В законе его поучаемся день и ночь. Солом 1.2. И Моисей повелевал иудеям делать то всякое время. Дела житейские, разумею, бани и черри. Если и нужны, то бывает часто расслабляют тело. Но назидание души чем более умножается, тем более крепкою делает душу, принимающей его. Ныне все время мы проводим в пустом и вздорном суесловии. Сходимся для того и на рассвете, и поутру, и в полдень, и вечер. Даже назначаем для этого особые места. А божественные догматы, слушая однажды или дважды седмицу, мы тяготимся и устаем. От чего? От того, что худо располагаем свою душу. Мы вовсе уничтожаем неохоту и ревность с таким предметом. Поэтому в нас нет и стремления к духовной пищи. Кроме других признаков болезни, сильно доказывает ее и то, когда не хочется ни есть, ни пить, а к тому и другому чувствуем отвращение. Если же это, когда случится в теле, служит признаком тяжкого недуга и производит ослабление, то тем более, когда случится в душе. Как же нам укрепить ее падшую, изнемогущую? Какими делами, какими словами? Обратимся к словам божественным, пророческим, апостольским и всем другим. Тогда мы узнаем, что гораздо лучше питаться этими словами, чем нечистыми снегами. Так надо бы назвать безвременные сходбище и разглагольствия. Что лучше? Скажи мне. О делах ли народных, судебных, военных беседовать, или о предметах небесных, и о том, что имеет быть по отшествии нашим отсюда. Что лучше? Говорить ли о соседе, его делах и вообще заниматься чужими делами, или беседовать об ангелах и предметах, касающихся нашей собственной пользы. Дела соседа тебя вовсе не касаются, а предметы небесные относятся и к себе. Да, об этом, говорят, можно за один раз и высказать. Но почему же вы не думаете так о том, о чем ведете пустые и напрасные беседы между собою, но употребляя на это всю жизнь, никогда не истощаете предметов для таких бесед? Я еще не говорю о том, что гораздо хуже этого. О тех предметах говорят между собой люди еще скромные, а более праздные и беспечные в своих разговорах, кружатся около шутов, плесанов, бегунов, оскверняя свой слух, расплевая душу в таких разговорах, упояя сладострастием свое естество и внося в свое воображение такую беседу всякие порочные образы. Как только язык выговорил имя плеснуна, душа тотчас представляет себе его лицо, волосы, тонкую одежду и мула самого, который изнеженит всего этого. Другой еще иначе возбуждает душе пламень, вводя в разговор блудную женщину, ее слова, одежду, распутные глаза, сладострастные взгляды, плетение волос, натирание лица, подкрашение ресниц. Да не чувствуете ли вы чего-нибудь страшного уже при моем рассказе об этом? Но не стыдитесь и не краснитесь, это уже неизбежно, естественное дело, что сила рассказа имеет такое влияние на душу. Если же только при моем рассказе, дежели стоя в церкви и вдали от таких предметов, вы уже чувствуете нечто от одного слушания, то подумай, что должно происходить с теми, которые сидят на самом зрелище, с полной свободой, вне этого почтенного и важного собрания, и с большим бесстыдством смотрят и слушают, что там делается. Да за что же, скажет кто-либо из невнимательных, за что ты нас обвиняешь, упускаясь в виду, что это дело естественное и уже необходимо, как ты говоришь, имея такое влияние на душу. Но что слушающий это изнеживается, вот дело естественное, а слушать это не природы дела, а воли, грех. Что приближающийся к огню должен потерпеть вред, это необходимо, и это есть следствие немощи естества. Но не самое же естество влечет нас к огню и вреду от него происходящему. Это зависит единственно от извращенной воли. Вот и я хочу, чтобы этого не было, чтобы это было исправлено, чтобы вам непроизвольно не впасть в пропасть, не низвергнуться в пучину зла, не против воли, не набежать на огонь, и таким образом не сделать себя повинными пламени, уготованному для дьявола. Итак, да сподобимся все мы, освободившись от него, перейти в недра Авраама, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь. Спасибо.